Всем привет! Продолжаем гулять по моему маленькому городку Санкт-Петербургу. Вот хочу показать дом на Кирочной 32-34, архитектор Сюзор, стиль эклектика, доходный дом Радькова-Рожнова, дом Камергера и действительно статского советника Анания Владимировича Радькова-Рожнова. Радьков-Рожнов Ананий Владимирович в 1871 году родился, 76 лет прожил и умер в Париже, место погребения в кладбище Сен-Джиньев-де-Буа. Итак, саркосельский уездный предводитель дворянства Камергер. Камергер – придворный чин, придворное звание высокого ранга. С 1809 года Камергер – это почетное придворное звание, которое не давало прав на статский или военный чин. Титулование Камергера – ваше превосходительство. Вот так. Накончил Александровский лицей в 1893 году с чином 9 класса. Гражданский чин 9 класса – это титулярный советник. Слово «титулярный» означает «номинальный». Уже не секретарь, но еще и не полноправный советник. Грубо говоря, кандидат в советники, так говорит Википедия. Поступил на службу в Министерстве иностранных дел, был причислен к департаменту личного состава и хозяйственных дел. Вскоре был отчислен в ведомстве Министерства иностранных дел, в котором состоял всю дальнейшую службу. Какая судьба у человека? А в 1908 году был избран помощником Санкт-Петербургского уездного предводителя дворянства, в каковой должности пробыл до 1911 года. Кстати, был избран Сарскосильским уездным предводителем дворянства. Заслужился дочиной действительного статского советника. Состоял в придворном звании коммергер. Был членом совета Санкт-Петербургского частного коммерческого банка. Ну, поэтому, видимо, и деньги были. Радькова-Рожнова принадлежали земли в районе Сосновки. По его имени была названа Ананецкая улица, впоследствии ставшая частью Светлановского проспекта. Владел несколькими доходными домами и особняками. Но вот это самый крупный, на Кирочной 32-34. После Октябрьской революции, то была эмиграция во Францию. Ну и, как я говорил, в 1948 году умер в Париже. Кто здесь еще жил? Значит, дом такой достаточно серьезный. Очень много известных людей жили. Первое. Врач-терапевт Михаил Иннокентьевич Оренкин. Советский терапевт-гематолог. Один из основоположников клинической гематологии в СССР. Лауреат Сталинской премии. Академик Академии наук СССР. Кстати, в 1927 году предложил оригинальный и простой метод исследования костного мозга. Прижизненная функция грудины. Вот. Ну, он, как я сказал, был лауреатом Сталинской премии. А Сталинская премия была учреждена по знаменованию 60-летия товарища Иосифа Исаевича Сталина Советом Народных Депутатов, который постановил учредить 16 премий имени Сталина в равенмерии 100 тысяч рублей каждая. Но она там варьировалась от 25 тысяч. Ну, в общем, достаточно серьезное подспорье было для деятелей науки и искусства. Итак, здесь жил Алексей Алексеевич Борисяк, русский советский палеонтолог и геолог, академик, лауреат Сталинской премии второй степени, главный редактор журнала «Природа» и журнала «Доклада Академии наук». Кстати, в 1943 году передал присужденному сталинскую премию в размере 100 тысяч рублей в фонд обороны. Такие были люди. Военный инженер, генерал-лейтенант Александр Алексеевич Веденяпин. Инженер-генерал Российской императорской армии. Был членом военного совета Российской империи. Постоянно членом технических комитетов главного военно-технического управления. Избран почетным членом конференции Николаевской инженерной академии. Член военного совета Российской империи. Какие люди? Микробиолог Златогоров. Советский микробиолог, эпидемиолог, инфекционист. Член-корреспондент Академии наук. Кстати, дочь его Татьяна Семеновна Златогорова. Актриса, соавтор и гражданская жена сценариста Каплера. Татьяна Семеновна Златогорова была репрессирована, отправлена в тюрьму, где, не выдержав издевательств, покончила с собой в 1950 году. Кстати, ее отец тоже был ранее репрессирован и скончался в заключении в 1931 году. Мать, не выдержав горе, пережила свою дочь всего на год. Вот видите, какие судьбы у людей. Юрист Оскар Осипович Грузенберг. Российский юрист и общественный деятель. Среди современников был известен под прозвищем «еврейский защитник». Брат философа и психолога Семена Осиповича Грузенберга, который был преподавателем психоневрологического института и высших женских юридических курсов, был доктором философии Петроградского университета. Кроме адвокатской деятельности, Грузенберг активно помогал политическими и юридическими советами, депутатам евреям, Третьей и Четвертой Государственных Дум. Был членом Конституционного демократической партии. Кстати, одна из центральных улиц Иерусалима носит имя Оскара Грузенберга. Такая же улица есть и в Тель-Авии, у Мирмницы. По этому поводу Милюков, а Милюков Павел Николаевич Милюков, это политический деятель, историк и популицист, министр иностранных дел временного правительства в 1917 году сказал так по смерти Грузенберга. Умер человек большого таланта и, главное, человек честный. Оскар Грузенберг был перезахоронен в 1951 году в Тель-Авиве. Также здесь жил гражданский инженер Милюков Косяков, архитектор, директор института гражданских инженеров, мастер русского и русско-византийского стилей, строитель соборов в Санкт-Петербурге, Кронштадте, Петергофе, Лебаве, Астрахани, Батуми. Василий Антонович, известный инженер, умер, кончался от голода в Петрограде. Здесь жил филолог, академик Котлерьевский Нестор Александрович, русский историк, литературы, литературный критик, педагог, первый, кстати, директор Пушкинского дома, архитектор Миланов, врач-хирург Федоров, русский хирург, русский и советский хирург, доктор медицинских наук, профессор, основатель крупнейшей отечественной хирургической школы, как его называли, отец русской урологии. Ну и, наконец, здесь жил артист императорской драматической труппы Юрьев, Юрий Михайлович Юрьев. Это русский и советский актер, мастер художественного слова, чтения, театральный педагог, народный артист, лауреат Сталинской премии первой степени. Служил в Александрийском театре, играл в постановках «Недорсль», «Фан Визина», «Гамлет», «Горе от ума», «Прощение с троптивой», «Фауст Гетте» и так далее. Перечислять можно очень много последней. Вот одна из последних его ролей Геннадия Демьяновича Нечистивцева в драме «Лес Островского» в 1936 году. Кстати, он играл в фильме «Дети капитана Гранта», «Капитана Тома Гранта». Так, у него были ордена Ленина, орден Трудового Красного Знамени и медаль за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Вот какие люди здесь жили. Нина Алексеевна Кривошейна, русская эмигрантка первой волны, автор мемуаров. Родилась в семье крупного банкира и предпринимателя директора Сормовского колумбинского заводов Мещерского и Веры Николаевны Малама. Жила в детстве в Сормове, затем в Санкт-Петербурге. Кстати, в нее был полюблен композитор Сергей Прокофьев. В декабре 2019 года бежала за границы по льду Финского залива с мужем Левицким. Поселилась в Париже, после некоторого времени развелась с Левицким, вышла замуж за Игоря Кривошейна. А Игорь Александрович Кривошейн, штабс-капитан рейт-гвартии Конно-артиллерии. Участник движения сопротивления во Франции. Награжден медалью сопротивления. Узник нацистских и советских контракционных лагерей. Активный деятель французского масонства. Сын государственного деятеля Александра Кривошейна. Такой человек. Был активным членом партии малороссов. Во время Второй мировой войны муж Кривошейной был активным участником движения сопротивления. Был арестован. Держался в концлагере Бухенваль. Освобожден в 45-м году. В 48-м году они возвратились в СССР. Сами понимаете, что муж был арестован в 49-м году. А затем и сын в 57-м. Жила она в Ульяновске. Затем в Москве. В 74-м году снова эмигрировала в Париж. Вместе с мужем к эмигрировавшему ранее сыну. Где написала свои вспоминания. 4 трети нашей жизни. Эта книга была издана в Париже. Приковалась в журнале Вестник. РСХСД. Звезда. В 81-м году скончалась в Париже. И, кстати, по мотивам книги 4 трети нашей жизни. В 1999 году был снят фильм Восток-Запад. Ну вот, собственно говоря, и все. Немножко об этом доме. Кирочная 32-34. В доходном доме Радькова-Розного. И о тех людях, кто здесь жил. Ну вот, конечно, это то, что я нашел в интернете. А, скорее всего, там были еще более известные люди. Это жители. Но мы их, наверное, не скоро узнаем. А, может, и узнаем. Всем пока. Всем привет. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова